Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Нермонтов на Кавказе. Художественную экспозицию о творчестве классика представили на выставке в Тиберде. В 130 лет Исмаилу Семенову в Кучугу имени Умара Алиева прошла научная конференция, приуроченная ко дню рождения поэта. В Карачаевске состоялась встреча молодежи с группой путешественников под руководством чемпиона России по спортивному туризму. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России. За всем известная аббревиатура – ежедневный кропотливый труд работников этой службы. Начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Работникам ЗАГСа присущи особые профессиональные качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг. Это любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность. К примеру, церемония бракосочетания – это скопление трогательных моментов. Жених и невеста очень внимательно вслушиваются в каждое слово, вникают в их смысл. Эта речь должна содержать такие выражения, чтобы молодые осознали все величие и серьезные процессы заключения брака. Кавказ в жизни Лермонтова занимал особое место и оказал огромное влияние на творчество поэта. Художественную экспозицию о творчестве классика, работы лучших мастеров представили на выставке «Лермонтов на Кавказе», которую провели в Тибердинском национальном парке. Алладинаева подробнее. Присутствие Лермонтова на Кавказе чувствуется всегда. Велик, богат аул Джимат. Он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Строки из поэмы «Хаджи Абрек» Михаила Лермонтова высечены на граните в Тиберде, недалеко от карачаевского селения Джимат, который он описывает в произведении. Насладиться творчеством великого поэта. Всех желающих пригласили на выставку в визит-центр Тибердинского национального парка «Лермонтов на Кавказе», приуроченную к международному Дуньюгор. И уже в фойе «Живая музыка» создала атмосферу праздника. Всех собравшихся поприветствовал директор Тибердинского национального парка Олег Динаев. Все мы знаем его как поэта, но он, оказывается, был и талантливым художником. Несколько слов хотелось сказать об инициаторе этой выставки. Правда, он ушел из жизни, мы его помним, любим. Это у нас Захаров, у которого была мечта у нас на территории этого прекрасного зала сделать музей Лермонтова. Но, к сожалению, он не успел все это сделать. Но мы продолжаем его идеи и надеюсь, вам понравится. Даже хорошо знающие биографию и творчество поэта в этот день узнали что-то новое о Михаиле Лермонтове. Когда он шел в атаку, он снимал китель красным, красной атласной рубашки. И никто его из горцев не стреляли. Говорили, это русский Ашух, это поэт. Его не стреляли и он умер не от рук. Его же послали на Кавказ, чтобы он здесь был погиб, но он остался жив. Но такой случай, что он умер, но не от рук, горцев, которые его богатворили, уважали. А затем руководитель Тибердинского нацпарка вместе со школьницей разрезали красную ленточку. Пожалуйста, пожалуйста. Кто ты? Вечтвое опасно. Тебя послал мне ад или рай? Чего ты хочешь? Ты прекрасна. Отрывок из поэмы «Демон» представили собравшимся артисты Центра культуры Тиберды Театра Маски. А затем начальник отдела по развитию экологического туризма Тибердинского национального парка Марк Греков повел всех в увлекательное путешествие в мир творчества Михаила Лермонтова. Вы знаете, за свою недолгую карьеру он написал 14 картин маслом, около 50 акварелью. И до наших дней дошли около 300 зарисовок карандашом, тушью, карикатур, каких-то его жанровых сцен. В общем, у него довольно-таки колоссальное портфолио. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей, видимо или невидимо, через всю судьбу поэта. Этот интерес был обусловлен несколькими причинами. Михаил Юрьевич бывал в этих краях неоднократно. Начиная с детских лет, впервые Михаил Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, когда бабушка Елизавета Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье внука. Кавказские горы, необычайная природа и люди поразили Лермонтова до глубины души, а его произведения впечатляют читателя уже много-много лет. Родившись более 200 лет назад, Михаил Лермонтов и по сей день остается одним из самых известных и любимых поэтов. Он прожил всего 26 лет, успев за такое короткое время создать множество гениальных творений, которые заняли свое почетное место среди лучших произведений российских авторов. Аладинаева, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok В Качагу имени Умара Алиева прошла региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа», посвященная 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Алихан Лепшоков подробнее. Сегодня каждый из нас должен носить свою лепту в сохранение родных языков, что напрямую связано с будущим каждого народа. Открывая пленарную часть конференции, ректор Качагу имени Умара Алиева Таусултан Узьянов отметил, что такие научные формы позволяют найти пути в решение проблем изучения родного языка, и это, возможно, позволит улучшить качество его преподавания в образовательных учреждениях. Проблемы, сегодня заявленные в нашей конференции, они являются очень важными и значимыми. Сегодня только ленивый и равнодушный не ставит вопросы, куда мы идем. Регресс или прогресс нашей культуры. Сегодняшняя наша культура, национальная культура, карачаевская культура, вместе с культурой других народов Карачаев, Черкесии, Северного Кавказа, переживают глубочайший кризис или же, наоборот, возрождение. Поверьте, есть аргументы и туда, и до обратной точки зрения. Наша задача – поддерживать подобные научные конференции. И сегодня особо значимо, что в нем принимает участие вся общественность республики, отметил министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Альберт Кумуков. Он также рассказал о работе по созданию книги «Сказки народов Карачаева-Черкесии». На пяти субъектообразующих языках республики. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Карачаево-Черкесский госуниверситет за то, что откликнулись для проведения нашей конференции. Ведь проблема изучения языков, она актуальна для всех народов Карачаева-Черкесии. И мы не понаслышке знаем, что именно Карачаево-Черкесский госуниверситет в лице этого Султана Бекирыча делает все возможное для сохранения языков наших народов. Важно отметить, что данная конференция посвящена 130-летию со дня рождения известного классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Джерче Самоил, как его называют в народе, навсегда вошел в историю литературы как мастер поэтического слова и народным певцом, песни которого продолжают исполнять и сегодня. Собравшись, отмечали уникальность творчества Исмаила Унуховича Семенова. Его произведения богаты своей национальной самобытностью, но также особо важно выделить духовное составляющее его стихотворений. И даже можем сказать, что он был богословом. Хоть он и скрывал это все, но он в своих стихах, когда есть один стих, я его прочитал, обращение к Аллаху. Какими словами он обращается к Аллаху, человек указывает на его уровень понимания Ислама и уровень сознания. Человек глубоко был верующим человеком. Также отметил важность изучения родного языка и мэр Карачаевский Альберт Доттаев. В свою очередь пожелал успехов в работе в конференции заместитель председателя общественной организации Карачаиланхалк Сулейман Баташев. После чего победителям республиканского конкурса чтецов стихотворений Исмаила Семенова, который прошел на базе КЧГУ, вручили сертификаты. Также ребята прочитали стихи народного поэта. А еще для всех участников конференции была организована выставка декоративно-прикладного искусства и книг с произведениями Исмаила Семенова. Алихалип Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Карачаевске состоялась встреча молодежи с группой путешественников под руководством чемпиона России по спортивному туризму Константина Мержоева. Экспедиция впервые в истории совершила прохождение беспрерывным способом вдоль границ необъятной родины. Какие цели и задачи были поставлены, и о том, как прошло путешествие по России, расскажет Карача Биджиев. Девять человек начали свой путь с города Сочи на велосипедах. Они преодолели большой путь до Мурманска. А оттуда на научно-исследовательском судне добрались до Владивостока. На машинах до Байкала, а после пешком 500 километров. Прошли весь хребет Большой Саян. И из города Кызыла точно находится в Тыве. Снова пересели на своих железных коней и добрались до нашей республики. Десять месяцев пути, почти 35 тысяч километров пройденных дорог. Вы думаете, это произведение французского писателя Жюля Верна? Возможно. Но нет. Это экспедиция вдоль границ нашей страны, которую организовал выдающийся путешественник, а также мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму Константин Мержоев. Он путешествует на протяжении 30 лет. На его счету круглосветные трансконтинентальные экспедиции. В своем родном Краснодаре для детей он проводит кубанскую кругосветку вдоль границы. А на этот раз путешественнику пришла идея объять необъятную Россию и обойти ее границы. Как говорит Константин Мержоев, страна наша большая и интересная. В ней переплетено множество культур, прекрасная природа. И этим хотелось бы поделиться со всеми. Я был участником экспедиции, не руководителем. И, естественно, смотрел, наблюдал, учился. Все так, как это организуется. Она была одной из таких тяжелых и драматичных. Это была экспедиция Хребет Черского, массив Буардах. Это в Якутии один из самых удаленных и опасных районов России. И, ну, я думаю, и мира в том числе. За время вот этой 30-летней работы и разных экспедиций, и в том, я еще раз повторюсь, в том числе организации кругосветных экспедиций, уже получается, что многое знаете. И получается, что на некоторые мелочи вы не обращаете внимания, которые казались раньше не мелочами. Также в экспедиции участвовала хрупкая, но ведь девушка, но сильная духом Елена Галко. Это ее не первый опыт в походах. С 16-летнего возраста она занималась спортивным туризмом на протяжении долгих 10 лет. С университета начались небольшие экспедиции на один или два месяца. Но как только она узнала о таком масштабном походе вокруг нашей Родины, то решила участвовать. Ведь, как говорит Елена, не каждый день выпадает шанс увидеть такие красоты. Калининград мы, к сожалению, не попали, потому что калининградцы на нас немного обиделись. Но мы обязательно туда отправимся, уже, может быть, не в рамках этой экспедиции, а просто попутешествовать, потому что там очень красиво. Четыре основные задачи, которые должны были выполнить путешественники. Первая – это патриотическая. При экспедициях проводить встречи с молодежью и рассказывать о России и о том, где можно путешествовать. Вторая – социальная. Третья – спортивная. И четвертая немаловажная задача – научная. Это сбор материалов. А после на основе этих материалов будут составлены статьи. Конечная остановка экспедиции будет в Сочи, откуда они ее и начинали. Харча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»